Доброе утро! В эфире новости. В студии Анна Москаленко. Давайте начнем выпуск. Анна Москаленко. Это парк «Юбилейный». В этом году в «Юбилейном» основной вид работы – это строительство велодорожки, велобеговой 3,6 км, освещение, туалетный модуль поставят, пешеходные связи в районе центральных аллей. Оставить свой голос можно двумя способами. Первый – навести камеру телефона на QR-код, который вы видите на экране. Откроется онлайн-платформа 22.городсреда.ру. Далее необходимо авторизоваться через госуслуги. Затем указать муниципальное образование, где вы проживаете, ознакомиться со списком представленных территорий и выбрать понравившуюся. Второй способ подходит для тех, у кого нет доступа к интернету и кто не зарегистрирован на госуслугах. Нужно обратиться за помощью к волонтерам. И соответственно авторизироваться через свой номер телефона. Вам придет смс-сообщение, либо звонок, последние четыре цифры этого звонка, либо смс-сообщение. Вы передаете волонтеру, он вас допускает, ну то есть благодаря этому вы авторизуетесь, вам показывают, вот как раз вы видите ту картинку, которую видел бы, зайдя на сайт голосующий. И при помощи волонтера происходит голосование, тоже очень легко и быстро. Барнаульцам в этом году на выбор представили 37 общественных территорий. По итогам голосования определяют только один объект, который благоустроят в 2024 году за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Вторым объектом, который благоустроят, станет парк «Юбилейный». Барнаульцам предстоит выбрать, какую перечень работ здесь проведут в 2024 году. Добавлю, проект формирования комфортной среды в крае реализуется с 2017 года. За это время благоустроили 1600 объектов, в их числе дворы и общественные территории. Больше 7 тысяч гектаров леса восстановят в Алтайском крае в этом году. Семь лесопитомников региона уже готовятся к началу работ. Специалисты выращивают саженцы для восстановления леса. Ими будут засеивать территории, пострадавшие от пожаров, вырубки и засухи. Среди территорий – Егорьевский, Угловский и Ключевский районы, а также Приобье и Салаирский кряж. Сосны выращивают в кассетах с закрытой корневой системой. Поэтому они легко переносят транспортировку и быстро приживаются в открытом грунте. 26 тысяч жителей Алтайского края стали донорами крови в 2022 году. Об этом рассказали в региональном Минздраве. Всего медики заготовили больше 33 тысяч литров цельной крови. Она необходима для переливания пострадавшим от ожогов и травм, проведения сложных операций при тяжелых родах, а также больным гемофилией, анемией и онкобольным при химиотерапии. Десять автомобилей для четырех алтайских подразделений отправили в зону специальной военной операции. Средства на их покупку собрали жители края. Сбор открыли после видеоролика командира разведывательной рода Алтайского полка, опубликованного в социальных сетях. Военнослужащий просил помочь с приобретением автомобиля для перевозки бойцов, а также продуктов и дров. Мы увидели в социальных сетях обращения и вместе уже с МЧС, союзами ветеранов Афганистана, с общественными организациями организовали такой вот сбор средств направления автомобилей и уверены, что они помогут нашим бойцам на фронте. Жители региона могли пожертвовать средства через общественные организации. Сообщество помощи участникам СВО «Добрая воля-22» и региональное отделение Общероссийской организации военных инвалидов. Перевозку организовали благодаря Алтайскому фонду поддержки регионального сотрудничества и развития. Солдатам отправлены не только автомобили, но и гуманитарный груз. Будут отправлены индивидуальные посылки, будут отправлены средства связи, будут отправлены спутниковые антенны, будет отправлено обмундирование, то, что непосредственно запрашивали у нас военнослужащие. Детский мюзикл «На языке жестов» представят в Алтайском государственном университете. Премьера постановки «Праздник непослушания» по одноименной сказке Сергея Михалкова пройдет 22 апреля. На сцену выйдут около 100 человек. Большинство персонажей в мюзикле сыграют неслышащие дети. В постановке будут участвовать их родители и студенты-актеры театральной мастерской «Хомо Артистикус». Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня все. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Я вам желаю хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok